Привет, зритель! Пока ко мне идет моя подруга, я совершенно забыла, что мы с ней собирались в какой-нибудь выходной у меня посидеть, а сегодня за выходной, и она мне сейчас позвонила, я решила обогреть, что я в Вайбере заказала. Я там заказала одну штуку в подарок близкому родственнику, но и близкий родственник в курсе, так что, в принципе, проблемы не больше я обозрю. Я себе заказала круглый тефлоновый лист для сковороды. Вообще я его, он назывался просто коврик для выпечки, но вот здесь он называется так. Удобно хранить, легко чистится. Тефлоновый лист для сковороды подходит для приготовления мяса, рыбы, птицы, яиц, овощей, сушки, ягод, грибов и т.д. Вот как раз для сушки практически ягод, я его и хотела приобрести, 103 рубля он стоил, он правда диаметром 26 сантиметров, а моя сушилка около 29 сантиметров, ну лучше так, чем никак. Я хочу попробовать сделать как-нибудь эту самую пастилу, потому что на пергаменте, как ни хочешь, оно все равно не отваливается, хоть мочи, хоть масли, хоть чего. Я хотела сделать сначала на просто коврике, ну вот в своем этом прямоугольном, но с ним же немножко геморно, надо как-то соображать. И когда увидела этот круглый, сначала думала, а потом все-таки купила. Он напоминает по ощущениям, как вот просто коричневые такие коврики. Такая же вот клеточка, как бы материалчик такой, но вот он темненький, черненький. Вот заюзаю я его как-нибудь. Вот, это мне коврик. Это коврик моему близкому родственнику. В прошлом году я на Новый год всем своим там атосестрам и родственникам, кажись, подарила, ну, женского пола родственникам близким. Вот эти ж такие коврики. И только совсем недавно близкий родственник номер один проникся. Я не знаю, как сестры, но вот, вот, мне кажется, у меня даже такой был, а может и нет, антипригарный лист для выпечки, многоразовый. 25 на 33. Ну, у человека я дарила тогда 33 на 40, нет, 30 на 40, у меня был тоже 30 на 40, и еще от купе за прошлом году за конкурсы пришла два листа. И какой-то из них, вот я сама, наверное, такой же вот я покупала, да, потому что у меня такая же собачка была сделана в Китае. И я его разрезала как-то вот чуть-чуть вот поуже делала. Ну, какой-то из них я разрезала, у меня там три или четыре коврика этих. И один из них располовиненный. А вот этот родственникам. Я не помню, почем он. Ну, короче, вот коврик. Доставать уж не буду, просто покажу, потому что-таки это подарок. Я заказала себе сухое молоко, потому что то у меня заканчивается, которое было в три одинаковых пакетика в разное время купленное. Потом один из них будет в пустых пакетиках еды, которые я тогда накопила и думала обозреть, но как-то у меня не получилось, теперь у меня они снова копятся. Ну, там будет этот обзор. Какао, кофе, еще что-то. Просто чего-то там. Масло туда еще одно растительное уйдет, которое в тот раз обозревало, но забыла обозреть одно масло. В пятерке эта виноградная продается Global Veriaj. Кстати, так себе. Мне кажется, оно бодяженное, потому что вот, ну, оно немножко, во-первых, другого цвета, чуть-чуть не совсем такое по вкусу. Конечно, да, на нем жарить хорошо, выпечку херачить тоже хорошо, но как-то оно не очень. В общем, добрый удой. 100% в качестве. Молоко сухое, цельная жирность, 25%, масса нет, 400 грамм. 11 ноября сделано оно. И сколько тут оно? Где? Сколько живет оно? Эй, молоко-то сколько живет? Это не совсем то молоко. Вот то я покупала, едим вместе или как-то там, ну, как-то, чего-то там едим называется оно. И там надо было совсем, а, вот 8 месяцев оно живет, там надо было совсем немножко, чтобы сделать литр молока. Причем вот я заметила, что чем менее жирности молоко сухое, тем дольше его хватает. Тут же у нас 7-9 столовых ложек. 100 грамм сухого молока залить 200-300 миллилитров кипяченой воды до полного растворения 50-60 градусов. Затем довести объем до литра. Ну, видимо, уже потом разборяжить водой. А может, хватит, хрен знает. Короче, посмотрю, потом будет в пустых пакетиках еды. Это вот у нас этот добрый удой. Я что-то не помню, почем оно у меня было. У меня вроде все почти на 600 рублей вышло, но 570 или 590, как-то так. Вот другое молоко. Тут 250 грамма, ну, полутора процентной жирности. Обезжиренное сухое молоко. Оно 1.07 сделано и 12 месяцев живет. Вот что. Обезжиренное 1-1,5 процентное, оно живет 12 месяцев. А вот то, что пожирнее, оно живет почему-то поменьше. Тут у нас на стакан 5 ложек сухого молока, не сказано, чайных или столовых, добавить немного теплой воды 50-60 градусов. Тщательно размешать до полного растворения, помешивая, добавить воду. В стакан наклеена эта фигня и... Ну, если что, на сайте посмотрю. Молоко сухое, обезжиренное, высший сорт. Вот такое. Добрый удой. А, так это одна и та же фирма, я только сейчас заметила. Добрый удой. Да, добрый удой. Одна и та же фирма. Разное по жирности молоко. 116 или как-то оно там стоило, ну, сто с чем-то. Вот это вот. Ну, оно там сейчас по скидке шло. И я еще заказала себе форму, чтобы, допустим, делать песочные пирожки вот эти, утрамбовывать так. Надо было какие-то ножницы лежать. А, вон, я так раздрала. И я еще думала, если вдруг она будет чуть больше, чем... Ну, знаете, иногда пишут там, на вайсбрис один размер, а на деле другой. Если он будет чуть больше, чем нужно, я его подарю той же родственница, которой этот коврик, я ее вчера предупредила, если что, она, говорит, ничего не смирила. Я говорю, смирила, но, говорю, это же вайсберис. Вайсберис местами, как Алиэкспресс в этом плане. Короче, это у нас сталь должна быть. Форма для выпечки жестяная. 23 на 24 и 3,5 высота. У меня как бы 23 на 24, оно умещается. Это не на противень ставится на решетку. Я думаю, что оно все-таки подойдет. В общем, как-то надо было все-таки взять и ножницы. А вот, я достала. Ай да я. В общем, вот такая форма. Еврошоп фирма. Сделана в Саранске. А, нет, это импортер Саранска. Сделана у нас где? Где-то. А, в Китае. Сделана в феврале 18-го года. Жесть в составе. Не ограничен. В общем, вот такая вот жесть. Вот. Вот это все, что я заказала, сегодня забрала. Ну, вообще, когда я заказывала сначала молоко, а потом уже форму и коврики. Пришла у меня часть вчера. Сначала одно молоко и, по-моему, коврик. А по сегодня уже все остальное дошло. Я решила, что надо все-таки лучше за один раз забрать все за один день. Всем спасибо за просмотр. Ну и это, зритель, пока! Не забудь поставить палец кверху.